Серёжа, пастушок, поиграй, поиграй, Ранья, друг, Серёжа, Серебренного рожа! Город, здравствуйте все! Это РАДИО ГОВОРИТ МОСКВА! ГОВОРИТ МОСКВА! ГОВОРИТ МОСКВА! ГОВОРИТ МОСКВА! Мы всё тут включили, да? Она ничего не говорит. Вообще там звук очень тихий у этого видео, но он должен быть. Да, попробуем вытащить сколько-нибудь. Ты смотрела, да? Да, 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 но она говорит, что оперативно сработали, с точки зрения медиков всё было на высшем уровне. Слышь, у меня всё включено, я имею в виду динамики все включены, но я вижу её губы шевеляться, но я ничего не понимаю. Хорошо, давай мы с тобой исходить из того, что вот ты рассказала и хорошо всё. Она рассказала, нам рассказали. Всё, ничего страшного, ничего страшного. Значит, Вероника Скворцова говорит, что все сработали молодцом. Вообще все, у нас все молодцы, все. 24 кареты скорой помощи, она говорила, было на месте. 24, но не даже скорой, а вот зачем? А почему нет? Нет, ну почему 24? А зачем 24? Чтобы что? Чтобы что? Уголь доставать? Имя такие, я тебе скажу сразу, 24 кареты эти должны были стоять раньше. Вот смотри, мы с тобой взлетели, например, мы с тобой пилоты. Мы с тобой пилоты, да? Значит, мы с тобой взлетели. У нас в какой-то момент обрывается связь. Мы думаем, что это в связи с белой вспышкой рядом. Мы думаем, что это в связи с молнией. Может быть и нет. Всем самолетам на планете Земля, всем самолетам на планете Земля, вот уже 60 лет молнии не мешают. Нет, не мешают, нет. Я тебе серьёзно говорю. Значит, последняя авария с самолетом, связанная с молнией, 60 лет назад была в Америке. Это очень давно, очень давно. Но это доказано, что молния попала, то есть... Ну, они всё время попадают. Нам же звонил пилот. Вот, мы тут работали недавно, значит, нам звонил пилот. Он говорит, ну, молнии попадают, да. Я говорю, слушай, Аша, а как это влияет? Он говорит, никак. Никак. Молнии всегда попадают постоянно. Это вообще никак не влияет. А тут всё отлучилось. Вы думаете, что это Тор бьёт своим молотом? Это молот Тора. Значит, Тор подходит и лупит по самолету. Или как это происходит? Это просто молния, товарищи. Там постоянно бьют молнии. Постоянно. Они только это и делают. Потому что... Как ты думаешь, мы проходим облака? Мы же пилоты. Мы проходим облака. Есть облака, в которых есть заряженные частицы. Значит, эти частицы время... А мы с собой... Представили на собой металлическое тело, да? Ну, срочное сообщение источника, новости, восстановление личности большинства погибших будет проводиться путём генетической экспертизы. Вот вижу назад. Мы понимаем, что там осталось людей. Генетику, кстати говоря, проклинали. Тогдашние Милонов с Яровой в 50-е годы... Тогдашние, ну, тогда, которые жили Милонов с Яровой. Не эти Милонов с Яровой, а те Милонов с Яровой, которые жили в 50-е годы. Называли генетику, как вы хорошо знаете, буржуазной проституткой. И как это сказать? Запрещённая... Это была запрещённая наука. Она была запрещённая. Почему? Потому что это влияние Запада. Влияние Запада. А это нужно, сказать, Россию охранить, это влияние Запада. Ну вот, хорошо. А теперь генетическая экспертиза будет. Мы гордимся тем, что мы вот этой вот буржуазной проституткой, вот этой наукой ужасной западной генетикой научились пользоваться. Понимаешь? Теперь мы не вспоминаем, как мы её позорили. Хорошо? Значит, я тебе говорю, мы, слава пилоты, мы всё время летим, всё время летим сквозь молнии. Всё время. Это и есть наша работа. Чёртовы молнии туда-обратно, постоянно. Ну, на двух-четырёх километрах, с двух до четырёх километров, постоянно облака. То есть вы думаете, это техника? Ну, самолёт. Не может. Молния — это самая обычная вещь. Как если бы ты мне сказала, ты бы пошла пешком куда-то на работу, и ты пошла бы на метро, я не знаю, пожалуйста, щука, пошла бы к щуке, да? И ты бы шла, и мне сказала, а вы знаете, Сергей, я не пришёл на работу. Я говорю, почему? Ну, там муравьи были в траве. И чё? Я говорю, и чё? А ты говоришь, как? Ну, это же насекомые. Я говорю, и чё? Да, ну, они же могут только усить. И чё дальше? Ну, чё ты плетёшь-то, я бы сказал. Понимаешь, когда плетут про молнию, плетут в расчёте, что мы дурачки. Ну, дурачки. Нам говорят, молния. Знаете, что молния — это всё? Молот Тора. Мы такие, о-ля-ля, ну, это правда неприятно. Товарищи молнии постоянно лупят во все самолёты, чтобы вы знали. Постоянно лупят во все самолёты. Понятно? Вот и всё. Вот в этом специфика. Значит, хорошо. Но этот самолёт, мы с тобой взлетаем, этот конкретный самолёт не выдержит молнии. Такой самолёт, это такой самолёт, он не выдержит молнии. Хорошо. Например, все сухие суперджеты не выдержит молнии, или только этот один не выдержит молнии. Как он вообще тогда летает? Дальше. У него отключается связь с диспетчерами. Полностью. Сразу. То есть это у нас, мы с тобой пилоты. Да? Отключается. Остаётся резервный канал, и мы там что-то говорим, говорим. Причём говорят, что он начал разговаривать, пилот, в постоянном режиме. Докладывать, как бы докладывать, не ожидая реакции Земли. В конечном итоге, как на чёрный ящик, он наговаривал, наговаривал. Ну, в смысле, всё, что происходит. Я вижу это, то, то, происходит это, отказ того, отказ того. Значит, он, пилот, начинает говорить. Смущает несколько диспетчеров, что он у них ничего не ждёт ответа. Просто рассказывает, рассказывает, по резервному каналу, который, бамс, резервный канал отрубается. Нет больше резервного каналу. Как? А как садиться в таких условиях? Ну, слушай. Но он прежде ещё был на резервном канале, он сказал, что он возвращается. Ему надо сколько-то вылетать, потому что у него топлива много. 40, сколько-то с лишним тонн. Но он не может этого сделать, потому что он слепую. А зачем у него 40 тонн? А зачем у него 40 тонн? А сколько нужно, чтобы долететь до Мурманска? Я не знаю. Надо спрашивать людей. Люди знают. Я думаю, что может быть, он брал, может быть, я сейчас не говорю ничего, но может быть, он брал топливо туда-обратно. Знаешь почему? Знаешь почему? Почему? Потому что он летел в русский регион. Не в Хельсинки, а в русский регион. И он мог думать, что там говнотопливо. То есть мы, ну понятно, да? Мы бы с тобой ехали куда-нибудь в деревню, и мы бы с тобой сказали, там есть заправка, но там, значит, ослиная моча в заправке. Ну или такая практика у них существует. Я бы тебе сказал, я бы тебе сказал, Родина, давай с тобой возьмем пару канистр, слышишь? Ну что мы в конце концов, ну мы там заправимся ослиной мочой, но это никак не катится. Давай туда иметь топливо и назад иметь топливо. Может быть, он имел топливо под завязку, чтобы слетать в Мурманск и назад на том же самом топливе вернуться. Может же быть такое? Может. Может. Потому что он боялся, что там топливо ужасное. Может быть. Понимаешь? Потому что он же летел в Россию, в глубинку. А там это место такое опасное. Там может быть что угодно. Понимаешь? Да. Ну вот. Значит, мы должны что-то выработать, выработать, выработать. И он, когда у него остается всего одна лишняя тонна, решается садиться. Ты его вырабатывал до этого? Он ходил чуть-чуть. Ты видела там рисунок? Он ходил чуть-чуть к Тверской области. А как он слепой? Там же самолеты вокруг. Ну, то есть, это же большая вероятность катастрофы. Визуально. Визуально. Абсолютно верно. Нет, но там какие-то приборы работают на сближении, там еще что-то. Он с диспетчером никакой связи. Абсолютно. Он совершенно как шальной камень, пущенный по воде. Где-то его носит, черт его знает. Но он визуально наблюдает. Вчера небо было чистое, более-менее. Значит, визуально наблюдает, гуляет там по зоне, тырым, тырым, тырым. Потом, когда он приходит к мнению, что ему надо садиться, как он это узнает? Ну, вот мы бы с тобой были. Связи же ноль. Ну, вот я не знаю, а Земля, откуда она узнает? Я тебе скажу. Мы с тобой аккуратненько, раз мы с тобой опытные ребята, и мы уже летали. Зону четвертого разворота, идем в зону четвертого разворота, и посматриваем, есть там кто или нет. Я тебе говорю, Родина, смотри, а то сейчас влепимся. Ну, и нафиг. Понимаешь? И мы посматриваем, есть ли кто в четвертом развороте. Если там никого нет в какой-то момент, мы с тобой виражом заходим и пошли. Понятно, да? То есть, это уже мы заняли четвертый разворот. Все, 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 ребята, погуляйте. Все гуляют, мы и садимся. Понимаешь? Значит, как будто было два захода на посадку. Может быть один, может быть два. Как будто два. Да, как будто два тоже говорят люди, которые наблюдали. Значит, мы с тобой садимся, у нас лишняя тонна. Значит, мы должны прийти аккуратненько блинчиком. Аккуратненько. Вот так вот. Понимаешь? Но этого не произошло. Не произошло. У него высокая вертикальная скорость. Почему? Я не знаю почему. Вот мы бы с тобой шли, я бы тебе сказал, Родина, у нас топливо 43 тонны. А вдруг приборы не позволили? Вдруг как эта техника? Да при чем этот прибор? Ты уже садишься визуально. Он же все, у него же все отключилось. Он же на, он же перешел на дайрект. Ой, писали, что какое-то сложное управление. Без этой техники этот самолет трясет. да, 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 этот самолет трясет, потому что нет компенсации никакой. вся электроника отключилась к чертовой матери при рассказе о молнии. Послушайте меня, не от молнии, а от рассказа о молнии у сухого суперджета отключилась к чертовой матери вся электроника. Понятно, да? Ну, кто-то рассказал им о молнии, и от испуга электроника выключилась. Все, до свидания. Хорошо, значит, мы идем с тобой садиться. Слушай, что я тебе скажу? Мы должны такую глиссаду выбрать с тобой, чтобы прийти к точке начала полосы. Я бы шел совсем аккуратненько, прямо над заборчиком бы я шел, над заборчиком, над заборчиком, и я бы пришел в метре на этом самом, там, где вот у них эта зебра нарисована, в метре пришел бы. Аккуратно. Почему? Мне надо так прийти аккуратненько, потому что я с перевесом иду. Ну, то есть ничто им не мешало посадить аккуратно самолет? Ну, а почему нет-то? А что мы с вами? Я не знаю, вдруг что-то не мешало. Ну, ну, давай, ну, давай, ну, почему? Ну, почему? Мы летаем с тобой на любом самолете, любом, любом. Сесна 172, не знаю, Ил-130, там, вот этот маленький тоже, да, Як-18 мы с тобой летаем, да, и предположим, что у нас с тобой какая-то преступная деятельность, ну, мы с тобой везем оружие какое-то в Африку, понимаешь, нет? Я тебе говорю, Родина, значит, у нас с тобой оружие там набито, все, что есть, набито оружием, снарядами, тяжеловат самолет, тяжеловат, значит, давай аккуратненько придем, аккуратненько, а ты скажешь, а ты скажешь, Сережа, нет, давай его сандалить об полосу, как не есть, а, давай сандалить его об полосу, ты пошел нафиг, я тебе скажу, Родина, здрасте, но у тебя же есть ощущение опасности, или нет, или ты дурочка, давай с тобой аккуратненько, вот так вот придем, смотри, не вот так вот придем, а вот так вот. Ну, может быть, что-то мешало, я не верю, что люди, пилоты не могли. Да, почему? Я не знаю. Я не верю. Я не знаю. А почему? Ну как это? Что пилоты здравомыслящие не могли аккуратно посадить самолет. Почему? Говорят, что он пришел вообще там чуть ли не на треть полосы, он летел и все. Говорят, что он пришел поздно, то есть он пришел не в начало полосы, а что где-то там на третье он принял решение. Алло, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. 41 погибший. Здравствуйте. Да, мои соболезнования грандиозные. Так получается, что я работаю на Ямале сейчас, вахтовым персоналом, да? И вот нас возят на этих самых самолетах. Да. Постоянные поломки, задержки. С нами постоянно в самолетах летают инженеры, которые постоянно без перерыва записывают какие-то показания, ходят с пилотом. Да. И все понимают прекрасно, что летают нас на букве «Д». Понимаете, вот я читаю статистику, что там до 60% этих самолетов уже проходили ремонт. То есть, ну, как бы их выпускают, и они сразу идут в ремонт. Сразу идут в ремонт, сразу. У нас задержки постоянные наших вылетов, наших рейсов, всего прочего. Все говорят типа погодные условия, погодные условия, но мы-то видим, как и вокруг них там, вокруг этих двигателей там пляшут инженеры и все. Да, 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 да. Это правда. Это правда, это подтверждается статистикой. Сухой суперджет проводит очень много времени в постоянных ремонтах. Вот у меня есть даже данные. 86 жертв суперджета. Это хроника авиакатастроф. История лайнера началась в 2000 году. Да. И за свою короткую историю успели потерпеть несколько авиакатастроф. Самолеты этой модели. Зафиксировано 28 инцидентов, которые связаны с безопасностью полетов. В большинстве случаев отказывала гидравлика и различные датчики. ЧП в основном обходились без человеческих жертв. Первая серьезная авария произошла в мае 2012. Да. В Джакарте, Индонезии. Да, мне пишут, вот, пожалуйста, Сергею, у экипажа, налет 6000 часов, ну там чуть больше, черсти, да, у командира и 1000 часов у второго. 1000 часов, как я понимаю, это всего год полетов. Ну и что, ну и что, ну и что. Я вот, это Владимир из Дубая. Владимир, Владимир, я во всем был лучше в 15 лет, чем сейчас. Я вам скажу, я был во всем лучше в 15 лет, чем сейчас. Быстрее, умнее и, может быть, и опытнее в 15 лет, нет, может, неопытнее. Ну хорошо, в 25 я точно был во всем лучше, чем сейчас. Ну что если тысячи часов? Может быть, это момент гениальности, понимаете? Да. А сейчас я начинаю уже спать, я за рулем. Я сейчас сажусь, мне все равно за какую машину, абсолютно все равно. Я говорю, грузовик, мне абсолютно не парит. Я сажусь, любая. Механика, автоматика, абсолютно тоже не парит. Абсолютно мне неинтересно. Я сажусь и поехал, просто сажусь и поехал. Но в связи с опытом у меня появилась какая-то сонливость или что-то. Но у меня настолько неинтересно все, что происходит. Острота пропала. А мне неинтересно. Мне неинтересно. Ну я как бы еду и еду, а оно едет. А что ему делать-то? Оно и едет. Понимаешь, в чем дело? Значит, а когда я первые сто тысяч проехал, мне было интересно, как она поведет себя в юзе. А как она поведет себя в юзе на льду. А как она пойдет так. А вот если вот так, то что? Понимаешь, мне было дико интересно, когда я прошел сто тысяч. Поэтому, когда вы говорите об опыте, я вам сообщаю. Я не верю, что только на опыте все стоит. Когда я прошел сто тысяч на машине, я, может быть, водил интереснее, чем сейчас. Я сейчас вожу, мне так, как провоз, она пофигу все. Понимаете? Ну вот, не надо, не надо так сильно упирать на опыт. Не надо. Опыт, это опыт, а потом начинаешь смс-ки отправить, а потом начинаешь в мессенджеры копаться. А потом настолько все скучно, что уже посмотришь что-то в мессенджере, что-то начинаешь переписываться. Понимаешь? Да, становится фоновым каким-то. Опыт ведет к тому, что тебе становится неинтересно. А поэтому тысяча часов, может быть, это его блистательные, лучшие его часы. А шесть тысяч у командира, это вполне достаточно, чтобы понимать, что происходит. Понимаете? Значит, смотрите, я хотел завершить. Когда мы с тобой, а мы с Родиной все еще летим. Когда мы с тобой понимаем, что кирдык, она плохо, и мы сейчас будем возвращаться визуально, без приборов, почти ничего не работает. Мы перешли в дайрект, мы перешли все на руках, все на руках. Значит, у нас никакой связи с диспетчерами, ни с другими самолетами, ни с кем. Мы идем, расталкивая плечами к четвертому развороту, расталкивая плечами, буквально. А диспетчер, наверное, всех остальных предупреждает. Слушайте, у нас там чеканутый, значит, один без связи. Вы, ребята, погуляйте пока. Нет? Хорошо, если так. Нет, а как? А диспетчер, ну как? Он видит, что чеканутый один летит, с ним связи нет. Значит, остальных он предупреждает. Он говорит, братцы, давайте кто-то в Дубну сходите, кто-то туда к Клину там. Давайте, погуляйте, погуляйте пока. Надо этого чувака посадить. Скажи, пожалуйста, у меня вопрос. Вот этот момент, когда диспетчер понимает, что нет связи, он сообщает своим чертовым Скворцовым, там, с 42 или с 48 этими скорыми помощями. Должен. Должен. Скворцова, Вероника, послушайте меня, вас обманывают. Вас обманывают, что там все было в порядке, Вероника. Там было все омерзительно. Омерзительно. Хуже не бывает, Вероника. Вы сработали на двойку, вы сработали как колхозники. Поганые колхозники. И вы, вы, медики, и ваши пожарные, вот эти пожарные из Шереметьево, поганые колхозники, которые должны немедленно убыть свой колхоз. С того момента, и там гасить коровники. Понятно? С того момента, как диспетчер, дальше это Шереметьево, понял, что у него человек без связи, а последние его слова, что он вернется и посадит, с той секунды должны были быть приведены в экстренную готовность все службы этого сраного аэропорта. Все службы. Понятно, о чем я говорю? Все. То есть скорые помощи должны были стоять не в двух минутах, там, в трех, я не знаю, в каких минутах, от взлетно-посадочной, а вдоль взлетно-посадочной, взлетно-посадочной, вот взлетно-посадочной. А все ваши 24 кареты скорой помощи должны были подъезжать не тогда, когда поздно, когда сгорели все, уголь выгребать, а ваши кареты скорой помощи должны были стоять, ждать самолет, ждать. Вероника, вас обманули, Вероника. Понятно? Вас обманули, вас ввели в заблуждение. Вы врете, нам обманули, вы несознательно. Вероника Скворцова, вы нам врете несознательно, я понимаю, потому что вас просто обманули, и вы врете. Теперь меня послушайте, прекратите врать. Значит, поскольку ваши обосрались, и не стояли, не ждали самолета, они должны были ждать самолет, а приехали потом, победно звеня своими погремушками сраными, вот поэтому вы обделались по первое число. Понятно? Вот слушайте меня внимательно. Значит, как только диспетчер потерял связь с самолетом, а последние слова летчика были, пилота, что он посадит этот сраный самолет, сухой суперджет, вот с этой секунды должны были ваши мгновенно плюхнуться свои жирные тельца в машины и ваши жирные жопки перенести в район взлетно-посадочный. Ровно то же самое должны были сделать пожарные. Ни хрена никто не сделал, Вероника. Чтобы вы знали, я же не знаю, вы знаете или нет. А вы видели видео, когда самолет сел, и очевидцы снимали, и там никого пока? Вообще никого. Пожалуйста, быстрее, быстрее, пожалуйста. Ну, видимо, чтобы техника какая-то подъехала и начала тушить. Значит, слушайте, Вероника, вас обманули, вас ввели в заблуждение. Вас ввели в заблуждение. Вас выставляют дурочкой, а вы же не дурочка. Вероника, вы умная женщина. Скажите своим идиотам, что они все просрали и опозорились на весь мир. С той секунды, Вероника, как у пилота прекратилась связь и стало понятно, а еще раньше, когда первая связь оборвалась, и он перешел на резервную, и он сказал, что будет сажать, ваши экипажи должны были стоять на взлетно-посадочной, там сбоку, понятно, на рулежках, уже ждать самолет. Но никто не ждал, Вероника, я просто вам говорю, вам лгут, понятно, нет? Пожарные, МЧС, значит, вы должны были, вы должны были ровно с этой секунды стоять там и трясти своими вот этими штучками, которыми вы имеете обыкновение, трясти между ног. И трясти там, понятно, а не трясти у себя в курилках, и не домино забивать, и не хренью заниматься. Понятно, о чем я говорю? Я просто пытаюсь объясниться. Вы должны были стоять вдоль взлетно-посадочной, и вы должны были в эту секунду, как он садится, в эту секунду у вас должны были уже начать биться сердца в унисон, и вы бы тогда начали гасить самолет, а не врали бы нам про пассажиров, которые багаж доставали. Понятно? Потому что это брехня призвана. Понятно, да? То есть пассажиры. Сказано так, русский народ, вы идиоты. Вы достаете багаж, а пожарные у вас хорошие, а скорая помощь у вас хорошая. Товарищи, ровно наоборот. Значит, с баулами выходил кто-то один. Если бы он там вдруг, поверьте мне, Белывме, один раз поверьте, и все, больше потом не верьте. Значит, если бы он вдруг, в момент, когда люди побежали, стал доставать багаж, его бы снесли к чертовой матери. Его бы снесли просто. Значит, представить себе ситуацию, когда кто-то ковыряется в багажной полке, а все остальные переминаются и говорят, товарищи, нельзя там чуть-чуть выскорее. Вот такую ситуацию представить себе невозможно. Его бы снесли к чертовой матери. Тот, кто вышел с багажом, значит, изогнувшись в вопросительный знак, стоя между сидений, значит, лез в этот багаж, а все остальные бежали. Никто никому не препятствовал, иначе бы его снесли. Понятно, да? Или оттолкнули. Значит, вот эта ахинея, которую нам рассказывают, что виноваты молния и русский народ. Русский народ ввиду скотства, ну, они же там доставали багаж нам объясняют. Ручной клада. Значит, внимание, молния ввиду неотвратимости, это молот Тора. Нам главное объяснение. Молния, молния, молот Тора, ну, что ты тут здесь делаешь? Господь, Господь, Тор, Господь наш Тор, громовержец, он взял да и захреначил, а что, как мы, мы же ничего не можем против этого. Это выше нас. Понимаете, это первое объяснение. Лживое, бесконечно лживое объяснение. Да? А второе, бесконечно лживое объяснение, что кто-то, ковыряя в носу, начал доставать чемоданы. Да, да, достает чемоданы, то-то-то. И вся эвакуация состоялась за 55 секунд, объясняет нам Аэрофлот. Место 90. Слышишь? Аэрофлот объясняет, эвакуация прошла за 55 секунд. Подождите, а кто-то нам брехал про чемоданы, кто-то, что препятствовали чемоданы. Да никто не препятствовал. Оказывается, никто не препятствовал. Это брехня. Значит, объяснили так, неотвратимая сила природы, молния и скотство русского народа, который достает чемоданы с верхней полки. Вот это и есть причина. Товарищи, значит, причина не в этом. Вероника Скворцова, я просто пытаюсь с вами объясниться. Причина в абсолютно паскудной работе скорой помощи, паскудной, потому что вы не ждали самолет. Причина в абсолютно паскудной работе пожарных, потому что они не ждали самолет, а потом посвистывая, поскакали там с нагайками. Понятно? Значит, причина в том, что сухой суперджет имеет постоянные проблемы с безопасностью. Постоянные. То есть мы летаем на плохом самолете. Ну, это моя оценка. Мы, русские люди, летаем на плохом самолете. Причины мы продолжим называть. Причины мы продолжим называть. Новости. Понедельник, 6 мая. Радио говорит Москва. Программа «Подъем». Ведущая Катерина Родина. Мы продолжаем. Значит, смотрите, вопросов несколько. Значит, первое. Сухой суперджет – это вообще самолет или нет? Что это? И зачем мы на нем летаем? Это так надо или что это? В чем трагическая необходимость летать на машине, которая вот ведет себя так. А это правда, что другие страны отказались? Давно только мы летаем? Ну, недавно. Значит, Мексика еще не отказалась. Все отказались, кроме Мексики. В Мексике 22 сухих суперджета. Из них 4 разбираются на запчасти, потому что русские их не обслуживают. Или обслуживают медленно, или обслуживают плохо. И поэтому... А поскольку они все время в ремонте, то с запчастями туго и так далее, то, значит, Мексика собирается только отказаться. То есть мы летаем только на своих самолетах? Мы и... Да-да-да. А те, кому мы их пытались... Вот. Ну, ты помнишь, что началось... Сухой суперджет начался с показа в Индонезии. 40 с лишним человек впилились в гору. Значит, начался первый полет. Сухой суперджет, такой, как бы, так сказать, международный, состоялся в Индонезии. Некоторое время назад, кто помнит, там 47, то ли 40 с чем-то человек впилились в гору. Сразу. Это вот его первый показательный полет. Там предсерийный экземпляр, так называлось. 45 человек. 45 человек. Значит, предсерийный экземпляр. Первый полет знаменитый сухого суперджета состоялся... Убил 40 с лишним человек. Такое пилотирование тогда назвали. Да. Ну, пожалуйста. Я же никогда не спорю. Точнее, я всему верю, что мне говорят. Значит, у меня вопросы. Сухой суперджет, это самолет или нет? И тогда зачем? А зачем? Для кого это все? Для кого это показуха? Значит, мы летаем на том, что... Может быть, нам как-то этого избегать? Хорошо. Может быть, там Ил-96 какие-нибудь. Может быть, Ту-134 какие-то. Ту-154, вот Ту-134, Ту-154, мне кажется, они бы восполнили эту нишу. Или аэробусы. Или аэробусы. Мы же богатая страна. У наших бизнесменов самые большие яхты на планете Земля. У нас яхты, у нас резиденции, которые из космоса видно, так сказать. Аэробусы бушные же мы покупаем. Мы покупаем, да. Мы можем купить какие-нибудь у Африки аэробусы. Ну, пожалуйста. У вас сомнения насчет Боинга? Давайте аэробусы купим. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, я знаю, что сухой суперджет вроде бы делается из хороших частей. На самом деле, 20% сухой суперджет, 20, ты знаешь, да? Это Америка. Америка. И огромное количество... А 80% нет, это мы делаем вместе с Францией. Вместе с Францией. Так он не полностью наш? Да он вообще не наш. Но мы здесь своими руками его делаем просто. Соединяем детали. Проблема же в руках, так сказать. Нет, там конструкционные ужасы есть. Там ужасная проблема постоянно с камерой сгорания этого двигателя, который мы разработали вместе с французами. Мы же вместе с французами создали двигатель, который априори конструкционно ужасен. Конструкционно. А еще я набрала просто в поисковике. Я набрала сухой суперджет, а оказывается, есть пассажиры, которые оставляют отзывы о самолете. Да. Ну, то есть я впервые такое видела, обычно там о каком-то товаре. А это о самолете, и там все как один пишут, что он очень шумный, что невозможно летать, как некомфортно. Чувствуешь себя очень, все слышно. Да, да. И на начало этого года, кстати, 118 самолетов такого типа в России у нас. 118. Они созданы, еще раз, они созданы вместе с американцами и французами. Но наши были главные. То есть наши брали те части и как бы вместе сшивали. Как доктор Франкенштейн. Помните, доктор Франкенштейн, это был знаменитый хирург. И он тоже сшивал разные части. Там у него получился хороший, насколько я помню, самолет. Нет? У доктора Франкенштейна. Ну вот, и мы тоже брали разные части и сами сшивали. Альфа-страхование подтверждает полную гибель самолета, который сгорел. И размер страховой суммы пока не раскрывается. И еще известно, что трое ночью из Шереметьев доставлено вне из Клифосовского. Товарищи, вот послушайте. Первый вопрос. Зачем мы летаем на сухом суперджете? Для чего это? Первый вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос. Значит, я не спрашиваю про деньги. Ты знаешь, что на сухой суперджет истрачено там... Да, я читала. Только на разработку. А я помню. Только на разработку 2 миллиарда долларов. Только на разработку бумаги, собственно. Это проектирование, так называемое. Да, проектирование. 2 миллиарда. И еще там выходит где-то 5-6-7 миллиардов долларов. Миллиардов долларов. То есть это полностью абсурдная сумма за вообще самолет. Наш рынок не окупит этот самолет вообще никогда. Да? Даже если все станут только на них летать. Никогда не окупит. Мы истратили абсурдные деньги. Значит, но... А зачем? Ну ладно, не будем спрашивать. Хорошо. Дальше. Вторая. Второй мой вопрос. Это первый вопрос. Зачем нам сухой суперджет? Второй. Мой вопрос простой. Карафлоту. Товарищи. А нафига ваш летчик... Ну, карафлоту вопрос. А нафига ваш летчик хреначил самолета полосу с такой вертикальной скоростью? Вопрос и все. Больше ничего. Зачем ваш летчик? Вот зачем? Ну, логика какая-то же есть. Ваш летчик, он тем более живой, можно его спросить. Товарищ летчик, а зачем вы хреначили самолет с такой вертикальной скоростью, что он у вас прыгал как козел? Зачем это нужно было? Зачем? Он бьется об полосу, внимание, и взлетает снова. Идет носом вниз, летчики успевают его вырвать, чтобы не собой бить, а полосу. Успевают его вырвать, значит, садятся, то ли хвостом цепляют, то ли стойка шасси ломается. Да, там бок, очевидцы говорят, он на бок сначала протянулся, потом опять. Да, приседает. Понимаешь? Вот, скажи, товарищи арафлотовцы, а зачем ваш летчик, ваш арафлотовский, извините меня, не американец, не масадовец, нет, не еврей, который специально заслал меня, ваш арафлотовский летчик, прямо вот как есть, да? Не украинец никакой, нет. А зачем он это хреначит? Вот просто, когда вы мне скажете, я скажу, окей, я все понял. А вы чувствовали такое разочарование, нотка, тоже там многочисленное видео, когда горит, какой горит, какой, неужели аэрофлот? То есть, когда люди понимают, что это аэрофлот, ну, как последний такой островок надежности, и тут аэрофлотовский самолет, и какое-то сознание, реакция какая-то у людей прослеживается. Прямо сейчас взрыв на заводе «Азот» в Пермском крае. Сейчас взрыв на заводе «Азот» в Пермском крае. Пока непонятно. Три человека погибли, четыре пострадали. Сразу трое-три, но мы не знаем, что такое три. Мы не знаем, что такое три, товарищи. Потому что нам вчера про 41 погибшего в самолете долго говорили один. О шести пострадавших сначала говорили. Нет, слышно, шесть пострадавших, очень долго. Потом был один погибший, и была глупость, потому что, значит, СКР сказал один погибший, а завели уголовное дело по двум и более. И мы такие спрашиваем, такие, слышь, а что один-то? И тогда почему уголовное дело по двум и более? Это, ну, странновато. Значит, мы поняли, что нам, мол, врут. Ну, врут просто, врут и все, как обычно. Нам же всегда врут. И в этот раз врут, правильно? Значит, дальше Путин выражает соболезнования семьям погибших во множественном числе. Во множественном числе. А официально все еще один, да? А СКР говорит, что один. А мы говорим, как же так? Путин говорит, семьям погибших. Ну, мы же понимаем, что это множественное. А СКР говорит, один. А зачем же врете тогда? А зачем вы врете-то? Врете для чего? Вопрос, просто тупо вопрос. Для чего ты врешь народу? Ну, как СКР? Ну, зачем это было? Потом, значит, они... Тринадцать. Тринадцать погибших. А, окей, тогда все сложилось. Тринадцать, все сложилось. Понимаешь? И то у всех шок был. Вот у моих знакомых тринадцать. Все сложилось. Нет, сложилось, что более двух. Окей, хорошо, более двух. Дальше. А потом СКР говорит нам ночью в ноль двадцать, в ноль двадцать в телеграмме сорок один. Окей. Товарищи, а для чего же вы врали все это предыдущее время? Можно я скажу? Если ваш следователь, хоть один, поднялся на борт. Или в скафандре, или как угодно. Или на вертолете облетел. Ну, вы же видели, сколько сгоревших людей? Ну, вы же знаете, что это не значит один? Вот это, когда много, это не один. А там же они говорили, все время сноска. Судьба двадцати пяти человек неизвестна. И это последним предложением новости было. Неизвестно. Неизвестно. Значит, вчера программа «Время» началась, знаешь, с чего? Ну, не точно, не с самолета, да? Переговоры Лаврова по поводу Венесуэлы. Нет. Да. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры по поводу Венесуэлы. Ну, может, они важные что-то хотят? Нет, ничего важного. Ничего важного. Нет. Самолет был абсолютно неважен. И все это прячется, и все это камуфлируется. А они вам хотя бы сказали вторую новость? Нет. Сказали, наверное, но где-то ее затесали. Я не знаю. Но началось, я просто увидел в соцсетях, начало программы «Время». Переговоры, значит, Лаврова. Вот сейчас на рекламе, сейчас на рекламе, они мне позвонили, Первый канал. Вот сейчас. И что сказали? Они мне сказали, в 16.30 экстренная программа на Первом канале по поводу гибели самолета. В 16.30. Нет, слушай меня. Я им сказал, нет, я не приду. Я не сказал им, что я не хочу иметь с ними дело. Я сказал, я буду занят. Но, в принципе, они вчера так стыдно начали программу «Время», что я не хочу иметь с ними дело. Просто не хочу. Мне просто противно. Вы знаете, товарищи, я вот Первый канал. Я со всей ответственностью, со всей ответственностью. Вот меня сейчас в 9.30 позвали ваши продюсеры в программу. На 16.30 сегодня экстренная программа. Отвечаю. Мне к вам брезгливо идти. Ну, брезгливо. Я брезгую. Не хочу. Я бы сходил, я не знаю. А? Да. Брезгливо, товарищи. Ну, всего есть как это. Я, может быть, сходил бы там. Не знаю. А? Я бы преодолел брезгливость. Ну, не знаю. Миллиона за два, если бы они не заплатили. Серьезно говорю. Сейчас я... Они могут сейчас предложить. Два миллиона? Два миллиона? Два миллиона. Два миллиона я к вам приду. Иначе идите в жопу. Просто конкретно. Идите в жопу. Понятно? Вы не профессионалы. Вы не пресса. Вы не телевидение. Вы не новости. Вы никто. Ну, никто. Но денег у вас много. Дайте мне два миллиона, я приду. Буду каркать там у вас. Сидеть и так далее. А так идите в жопу. Все. 7373-9488. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Ну, правда. Я тачку куплю. Здравствуйте, Роман. Работаю в аэроплоте. Да, прошу вас. Зачем? Да. Зачем же он так приходил с вертикальной скоростью такой? На мой взгляд, тут дело в том, что действительно отказалась вся электроника. Хвалят суперджеты. В основном только пилоты, которые летают на них. Пилот, который... Командир, точнее, который управлял самолетом, насколько я знаю, имея большой стаж, большое время налета. В том числе он как раз летал на 37-х Трансайра. А. Вот это интересно. Следующее. У нас в компании, так, между прочим, суперджеты еще называют супержесть. Супержесть. Потому что самолеты, да, потому что самолеты очень сырые, как в плане технической составляющей в салоне, так, я думаю, это и относится и к частям, отвечающим за навигацию и, в принципе, за технику. По поводу вообще самолета еще хочется сказать то, что, ну, наша страна не в то время начала заниматься развитием авиации с нуля. То есть, если взять тот же Boeing, да, сколько произошло авиакатастроф, да, сколько произошло тех этих несчастных случаев перед тем, как самолет стал более-менее безопасным. Притом все это начало еще с аналоговых гидравлических систем, а наши сразу туда напихали электронику, между прочим, с того же Аэрбаса. Аэрбасы, ну, с французами, очень много же с французами. Да, да, кабина там полностью аэрбасовская, вот прям один в один. Да. То есть... Ой, ой, это не я. Где вы, где вы, где вы, подойдите к окну? Подойдите к окну. Нет, нет. Да, хорошо. Это тоже время, время, которое не потратили на усовершенствование. Ну, нет, в чем дело. Ну, у нас же есть вот... Вот я летал очень долго время, ну, давно уже, сказать, там, почти 20 лет. Я летал очень долго в Минводы и в Ставрополь. Вот на Ту-154. Я не говорю, там, у Шойгу упал один Ту-154, как вы знаете, из Сочи, да? Но там же перегруз был явный, явный перегруз. Вы знаете, с 154-м, с 134-м самолеты, конечно, все говорят, что они очень безопасны, но дело в том, что, опять же, объем авиационных перевозок возрос, количество самолетов, но я не знаю сколько, с 134-м, с 154-м. Я думаю, их гораздо меньше было, чем Боингов и Арбасов. А, просто не могут обеспечить взрывообразное развитие авиации. Да, еще плюс, вы знаете, тоже много было недоработок. Вы знаете, что там, по-моему, по 154-м нужна была стойка специальная, чтобы держать хвост самолета, иначе, когда он полностью пустой, он просто на хвост заваливал. Ничего себе. То есть, тут, как бы, проблема, на самом деле, комплексная, и, ну, не надо России сейчас лезть в авиацию, ну, это мы все, мы это уже потеряли, эти возможности. А можно вопрос? У Кати вопрос. Просто, когда вы говорите о большом количестве часов налета у пилота, а сколько из этих, из этого времени часов именно налета без автоматики? Ну, то есть, человек может ездить на автомате на машине, а потом механика... Насколько я знаю, в момент существования трансаэра, ну, это сколько уже прошло, получается, 4 года прошло, да, вся посадка была по механике. Нет, конечно, он опытный, но он понимает процессы, ну, что там сказать? Понятно, что мы понимаем процессы. Понятно, опытный, но это может замылиться, и как-то навык не может быть утерян. Я, кстати, я сомневаюсь, я вот честно вам скажу, я сомневаюсь в том, что тут вина пилотов. Вот просто представьте, да, самолет полностью зависит от электроники, да, даже не от электрики, а именно от электроники, все эти приборы и так далее. Вот, я не думаю, что человеку, в принципе, возможно, при такой настолько экстренной ситуации, посадить самолет плавно и спокойно, если у тебя вообще ничего нет. То есть аналоговых, я вам скажу так даже, аналоговых приборов в кабине вообще нет, даже горизонт там уже теперь цифровой. Оля-ля, ааа. А как же тогда предусмотрено, должны же предусматриваться случаи, когда отключится? То есть смотреть вбок, как на этом самом. Да, смотрите, а тут дело в том, что... Зеркало заднего вида? Большое количество есть дублирующей аппаратуры, ну, большое количество, да. Просто никто никогда не ожидает, что все отключится. Я вам скажу так, что нам в свое время по схеме этого самого суперджета рассказывали, что опять же в салоне, я говорю именно за салон, есть провода, которые никуда не идут. Просто есть какая-то лампочка, от нее провод, а провод он просто в пустоте. Ну, то есть, не то их собирали так быстро, спешно, не то еще что-то. Но смысл в том, что никто этого не ожидал, просто, ну, не было опыта. Скажите, пожалуйста, а вот мы это в американских фильмах видим, ну, по идее, вот если у нас бы с вами, вот мы бы с вами были в самолете, если у нас с вами прервалась связь, мы перешли на резервную, резервная тоже прервалась, должны пожарные выехать? Конечно, я с вами вот по этому поводу, я с вами полностью согласен. Но вы сами понимаете, что у нас очень много авося, да, и никто не хочет верить в плохое. У нас позитивный склад мышления, который приводит к тому, что, а вдруг, просто опять же, вчера, вот, заметьте, по ситуации, по стальным сетям, все время вот этого парня, Моисеева, Максима, его то хоронили, да, то его оживляли. Вот это прям, вот это меня прям очень убивает. Сестра увезла, потом мне пишут, да нет у него сестры. Они хотели верить, что 22 года. Его бывшая девчонка пишет, да у него брат, или там нет сестры вообще. Вот, в моих группах постоянно какие-то непонятные скриншоты выскакивают, другие группы, жив, мертв, жив, но это пляски на костях, потому что я прекрасно понимаю. Да нет, нам хочется сопереживать, нам хочется сопереживать. Нам героизма хочется, чтобы герой выжил. Нам хочется, чтобы он выжил. Просто не получится, учитывая то, что самолет прогорает за полторы минуты, а гореть он уже начал после касания, финального касания. То есть, ну сколько он там, секунд 20 прошло после остановки, дай бог. А если он был пристегнут там, в хвосте, за туалетами пристегнут, то... Ну он зажарился. Он зажарился за доходом. А поймите, а если бы он спасся, это значит, он шел бы по головам просто. Ну мог бы, да? Вы знаете, вообще, ну нельзя говорить при эвакуации о том, что кто-то шел по головам. Да. А главный принцип эвакуации, что первыми эвакуируются самые мобильные. Если кто-то будет менее мобильный эвакуироваться, лезть вперед, то это просто приведет к толкучке, и за этим человеком еще 10 погибнут. Просто это суровая действительность. Это суровая действительность. Значит, были люди, действительно, которые, они освободили левую сторону лестницы, они шли по лестницам, значит, и были люди, да, нет, были люди, которые освободили левую сторону для пожарных там, ну, экстренных служб, и шли вот какая-нибудь там старушка черная, так сказать, еле-еле ползет, и за ней шли молодые мужчины, не обгоняя. Не обгоняя. Я вам скажу, я вам скажу такую вещь, я вам говорю, я вам говорю о эвакуации непосредственно на воздушном судне. Я понимаю. То есть, да, это первое. Второе, ну, опять же, как это сказать, даже не правосознательность, а вот сознательность граждан все-таки в США гораздо выше касательно там взаимопомощи, более серьезного отношения к происшествиям, да. Я вам даже так скажу, случилось бы это в Японии, опять же, то, что с башнями-близнецами случилось, жертв бы еще было меньше, но проблема в том, что у нас неответственно относятся к правилам. У нас везде кругом нарушения правил безопасности. Да, да, да. Никто их не знает. А вот эти вот уроки ОБЖ в школе, ну, правда, я школу закончил сколько уже, получается, 11, не такой 11, 15 лет назад я закончил школу. Вот. И я могу сказать, что те уроки ОБЖ, ну, люди вообще не заинтересованы, сидят и ничего не слушают, ничего не понимают. У нас нету права сознания. То есть, мы не хотим соблюдать правила даже вот своей безопасности. Это правда. Это правда. Это всегда так. Мы не знаем, где нетушитель лежит в машине. Мы не знаем, что делать, если у нас... Какой-то фатализм. Фатализм. Что если это случится, ну и само и все. Скажите, а удар о земле, какие травмы? То есть, мог человек погибнуть от удара, вот, какой мы наблюдали? Ну, знаете, я, честно, на мой взгляд, на мой взгляд, тут для меня сомнительно то, что там прям все кто-то погиб. Ну, смотрите, это, получается, компрессионная травма, может быть, за счет резкого стрятия. Если позволите, он, мне кажется, просто был на такой скорости, что подъемная сила сработала. Он просто начал взлетать не от удара, он начал взлетать, ну, может быть, частично от удара, а частично от того... Мне больше... Извините, мне просто кажется, что основная часть людей погибла от угарного газа. Да, потому что самолет хоть и сделан, ну, салон сделан из этих самых, из огнеупорных материалов. Алло, 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 пропал, пропал звук, простите, пожалуйста. Да, пропал звук. Значит, я хочу сказать, что, конечно, большинство погибло не от огня даже, а от дыма. Дым просто, ну, мы видели какой-то... Нет, просто травмы, и уже меньше шансов выбраться потом при эвакуации, когда толчок же сильный. Лилось топливо, топливо, видимо, пробиты какие-то были проходы или резервуары, или какие-то трубки с топливом. Ну, видимо, все-таки много, да, и вот потом это все горело, и продукты горения убили людей. Просто вдыхаешь, и все, и все, и вот тебя и нет. Да я помню кадры из «Зимний вишник», там за секунды, там считанные секунды, и все. Казалось бы, помещение большое, а тут самолет. Ну, у нас безопасность, как тебе сказать, она вот на каком-то 25-м месте, вот, вообще в России, вообще в России. Я просто говорю сейчас, извините, пожалуйста, я, может быть, мне мешают как раз опыты, годы. Мне мешают опыты, годы, но опыты, годы заставляют меня сказать следующее. Мы летели в 94-м году, ребят, так долго не живут, но я летал в 94-м году в сентябре на визит, знаменитый пьяный визит Гельсона в Америку. Нас посадили в Англии на военную базу. Мы должны были лететь в Вашингтон, а нас посадили в Англии на военную базу. На севере, на севере Англии, именно Англии, не в Шотландии, а именно Англии, да? Значит, и мы на военной базе сели, и нас выпустили. Быстренько, 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 как бы эвакуировали из самолета. Англичане, не русские, нет, англичане. Значит, моментально приехала машина, моментально англичане накидали какие-то маты. Такие, знаешь, может быть, метра полтора, метр, как матрасы, но поменьше, какие-то специальные маты. И потом пришел целый класс курсантов и стал показывать пальцами на нас, на самолет. И профессор показывал указкой, и курсанты учились, как не надо жить, как не надо быть, как это по-русски, но так нельзя делать. А мы с моим оператором стояли, это 1994 год, я еще курил, кстати говоря, но у меня была идея закури в 1994 году. А у нас из крылах листало топливо, просто чтобы ты знала. Это был президентский визит, президентский самолет, один из президентских самолетов, который вез прессу, Ил-96 тогда, значит, который обеспечил, Ил-96 все-таки, или, 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 не помню, уже Ил-96, по-моему, Ил-96. Я сейчас начинаю сомневаться. Одним словом, из крылах листало топливо на землю, и англичане привели срочно урок, урок, как нельзя делать, как русские делают, но так нельзя делать. И указкой ходил профессор, показывал указкой, и все эти ужасно умные мальчики записывали что-то и так далее. Нас поили кофе после чего, посадили в этот же самый самолет, и мы полетели в Вашингтон, все, вот так было. Ну, значит, надо просто бардак, ну, бардак, из крыльев хлещет топливо и так далее, понимаешь? Я думаю о том, что мне надо как-то летать на импортных компаниях все-таки, перейти на Финейр, на какой-нибудь, не знаю. А? Да. Новости. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио Говорит Москва. Говорит. Здравствуйте, ведущая этой программы. Сергей Доренко. Мы продолжаем, мы говорим о самолете, мы дадим слово нашим слушателям. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, я объявлю, но я знаю, когда это будет меньше этих случаев. Скажите. Только тогда, когда начнут платить компенсации погибшим, по-настоящему, как вот в Америке, тогда будет отношение к безопасности совершенно другое. Типа по 2 миллиона долларов. Да, по 2, по 5 миллионов, тогда они будут смотреть по-другому. И мальчик, который с выпученными глазками будет рассказывать, что мы за 36 секунд эвакуировали, вместо 55 герои, да? Наоборот, 55 вместо 90, да, 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 да. Ну да, вот он рассказывал, что мне хотелось задать один вопрос, кого ты эвакуировал? Вот, 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 половина, половина салона, нет, эвакуировали половину салона, вот и все, вот и все. Дальше мне хочется просто ненормативно... Нет, только я вас умоляю воздержаться, умоляю воздержаться. Ну да, ну а теперь по поводу, и немножко вас поправлю, да, вы рассказывали, что молния, это приятная неожиданность, нет, Сережа, это очень опасное явление погоды, потому что попадание в мощную кучевую или кучево-дождевую область, включет за собой, соответственно. Нет, послушайте, два... Ублентность, оболтанка, обледенение... Совершенно верно, совершенно верно. Вот эти зарплитки, это просто как, ну, неприятность такая. Рашиде, 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 Рашиде вставить 20 секунд. Значит, был француз, который шел из Бразилии в Европу, который попал в непогоду и упал в Атлантический океан сколько-то лет назад. И был еще украинец, то ли русский, Ту-154, который над Донбассом попал в непогоду и тоже упал. Значит, я знаю про непогоду, но там в основном турбулентность, вот эти вот факты. А тут было солнышко, радуга, красотень. Понимаете, в чем дело? Ну, этот дождь закончился минут 20 назад. Какая-то белая вспышка была вроде с какого-то борта. Сбит от молнии. Я понимаю. И летчик нормально посадил, без проблем. В 1984 году начальник Рашиде-Роградского ВАУШ на Ту-134 США генерал-майор Марченко, по-моему, фамилия его была, погиб точно так же над Донецком, потому что попали в метеоусловие. Ну, он тоже пошел со Жданова на Луганск, напрямую, под облаками. Поверьте, мы же вчера были здесь, в Москве, здесь было солнышко чудесно. Я ничего не отрицаю, но я просто говорю, что опасное явление погоды, да, и попадание в опасное явление погоды, это один из, ну, довольно-таки неприятных, как бы, случаев. Да, но поэтому их и обходят, поэтому их и обходят, стараются обойти. Конечно, конечно, не надо спрямлять, не надо экономить топливо, это к слову об организации полетов. По поводу этого, отказа радиосвязи. Да. Это абсолютно нормальная ситуация, штатный особый случай. Да. Включил бедствие, прешься, есть такой термин радиоосмотрительность, то есть вы понимаете, что все, кто находится в зоне, допустим, в ближней зоне, должны понимать, что если диспетчер положит благим матом, запрашивает, да, значит, что-то не так. Да. Ну, осматривайся, смотри дальше. А скажи, а это-то Мэйдэй, он включает Мэйдэй, мы на других самолетах. Ну, конечно, появилось, нет, на других самолетах я не скажу, а у диспетчера это видно, это появляется над, ну, раньше над дехосигналом, еще один над сигналом, отвечу, такая жирная плямба. Ага. Это видно, что самолет идет с бедой. Да, да. Ну, на формуляре пробивается точно так же, и я не знаю, что там, не смотрели. Раньше, допустим, вот, к слову, а тут предыдущий товарищ нас так вычеркнул из этого, из авиационных державок, легким рощерком, не надо там заниматься, на любом тренажере, тренажере, нет, тренаже, да, утром при разведке погоды разведчик заходит на посадку и говорит, солнце справа сзади отказали приборы. Ага. И вот группа руководства корячится, заводит его, соответственно. Так это у военных, вы же военный летчик. Конечно, ну, Сережа, я военный, конечно. Да, да. Ну, это не самый сложный тренаж, это не самый сложный. Это разведчик погоды, разведчик погоды, у военных всегда выходит первый. У военных, да, он такой проводит тренаж, группа руководства полетами. Да, 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 да. Те, кто руководит. Я говорю, ни отказ радиосвязи, ни отказ приборов, но не должны являться причиной для такого летного происшествия. Это понятно, это понятно. Вот все, что я могу вам сказать. Спасибо вам огромное, спасибо. Это он использовал термины, наш собеседник, которые дали мне понять, что он военный человек, он военный. Понимаешь? Разведчик погоды. У военных всегда идет разведчик погоды. То есть полеты. Сегодня полеты. Вот мы, кто идет на разведку? Да, эти вот родина пойдет. И ты пошла на разведку. Ты взлетела, посмотрела, пощупала. Ну, пассажирская авиация там взлетает каждую минуту. Ну, они и задачи решают. Я имею в виду авиационные. Задачи по важности пассажирской авиации гигантские. Но авиационная задача взлетел, полетел, сел. А военные-то, они там идут кувыркаться. Поэтому, понимаешь, это же совершенно другая с точки зрения физики процессов задачи. Поэтому идет разведчик погоды. Понимаешь? Всегда. Всегда. У военных. У гражданских никакого разведчика нет. Я правильно понимаю? Нет? 7373948. Акции аэрофлоты в начале торгов упали больше, чем на 4%. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Сергей. Здравствуйте. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Константин Москва. Добрый. Служил когда-то в авиации. Да. Хотел сказать вот как раз по поводу высокой вертикальной скорости. Да. Он пришел странно. На флайт-радаре там, ну, не я выложенная. Да. Он, похоже, не сливал топливо, а за 20 минут он много все-таки истратить не мог. Говорят, что он пришел с 43 тоннами. Он пришел обратно, потому что на флайт-раде топливо дешевле. Да. Он вроде бы пришел с 43 тоннами, а вроде бы разрешено 42. Ну, все, у него лишняя тонна была. Лишняя тонна, но это близко к максимальному весу. То есть, опять же, видел съемки посадки его. Зашел он в начало полосы, но козлил вот и подбрасывал его здорово. После третьего козла у него как раз сломались основные стойки, и, видимо, баки были пробиты. И вот это уже было в середине полосы. Зашел-то он нормально, но вот из-за того, что высокая была масса, была и высокая посадка. Хорошо, а как бы мы с вами поступили? Слили бы топливо? Слили бы топливо, да. Но у него не было радиосвязи, и, видимо, не захотел он в районе оставаться без связи. Да. То есть, для того, чтобы слить топливо, надо пойти туда, к Тверской области куда-то, и там шурануть. Да, но без связи это все-таки... Трудновато. Да. Трудновато, потому что другие экипажи там на коробке, на этой... Понятно, да? Ну, то есть, мы... Да, он в районе четвертого разворота сделал петлю. Это не второй заход. Это просто петля. Он не попал в глиссаду, как я понимаю, опять же, по флайт-радару. Да. Он просто сделал петлю... И пришел снова. И зашел, вошел в глиссаду и начал садиться к скорости близкой, к максимальной. Расширите вопрос. Ну, в этот момент пожарные должны были быть где? Они должны были... Ну, не знаю, я все-таки служил, именно служил в военной авиации, в дальней. Ну, так вот... А? Алло, алло? Корабли встречали. Понятно. А тут, ну, каждый день, наверное, какой-то борт аварийный садится. Я понимаю. Не знаю. Ну, а скорая помощь, они точно должны приезжать позже. Вот медики там совсем ни при чем. Вы зря... Зря, зря, зря. Хорошо, это я в кино. Ладно, ладно. Хорошо, а вы где летали? Под Саратовом или в Тайтурке? Нет, я не летал. Я наземное обслуживание Мочулище под Минском, дальняя. А, я понял, понял, понял. Ладно. А я жил в Тайтурке. Ну, это было давно. Тайтурку, знаете Тайтурку? Тайтурку, знаете? Нет. Белая, белая, гарнизон белая. Ну, ладно, не мешай. Нет. Не мешай. Я только в Мочулищах. Я понял, спасибо. Хорошо. 7373948. 7373948. Секундочку, я принимаю звонки. Ялло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Доброе утро. Алексей, меня зовут. Да, Алексей. Ужасная новость, конечно. Сергей, ну, у меня вот такие размышления по данной теме. Почему он в такой скорости зашел? Потому что, ну, исхожу из суперпозиции, что у него действительно не работали приборы. Он не видел свою скорость и он не видел расстояние до земли. Да, а закинуться тоже побаивался. Да, он боялся либо упасть, либо он мог выкатиться за полос. Он выбирал одну из меньших зол. И второй очень важный момент нужно учитывать. У них ни у кого из этих пилотов, как мне кажется, нет опыта посадки при такой массе. Да. В таких условиях вообще, в принципе, снор. При таких условиях, да. Потом, смотрите, какая у меня мысль по поводу слайд-радара. Первая петля маленькая. Я так понимаю, что когда он понял, что произошло, у него нет никакой связи и прочее, он решил развернуться. Он смотрит на свою механику. Механика работает. Он пошел в аэропорт. Он понял, что он может лететь кому-то в лоб. Он делает разворот и уходит на большую дугу. Почему? Потому что, видимо, он знал, что в этот день они заходят в полосы. Да. И я так понимаю, что он надеялся, что его будут видеть с вышки. Но я так понимаю, что в Шереметьево есть вышка стеклянная, по которой они идут полеты без какой-то связи. И они должны его были видеть. Потому что там, ну, Зеленоград не так далеко, и там видно, что он идет. И видно, что на большой скорости они должны были готовить всю машину безопасности. Там скорую помощь. Конечно, это ужасно. Вот такие соображения, если честно. Ну, скажи, а сам Сухой Суперджет, удивительный самолет, про который нам рассказывал сейчас пилот, что там есть провода под ошибкой. Слышишь? Нет, он сказал, провода под ошибкой, которые вообще никуда не ведут. Это же каргокульт. Это же каргокульт. У нас сегодня, получается, в каком-то мероприятии общественном, ну, как вот, грубо говоря, на выставке, нам нужно привезти пожарникам кучу документов по поводу своей класса безопасности орудования, что оно не горючее. А как они могут строить самолеты, которые могут просто удушить людей за считанные секунды? Да. Да. Вот так. Элементарно. Слушай, значит, мне нравится этот каргокульт. Мы строим самолеты. Товарищи, вы обратили внимание, что человек видел, когда его разбирали, обшивку и все, он говорит, там есть провода, которые никуда не ведут. А может, должны были, а просто функцию решили не Нет, нет, это каргокульт. Это каргокульт. Я еще раз говорю, мы имитируем строительство самолета. Мы говорим, ну, в принципе, провода вот эти, а куда их присоединить? Да хрен его забрось, так просто и все. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей зовут. Да. Я отдаленное отношение имею. Мои закончили в свое время. Да, но все-таки это серьезно, да. Ну, банальный вопрос, а вот на 500, чтобы можно просто связаться с кем-нибудь и хотя бы обстановку согласовать невозможно? По мобильнику с 6 километров уже можно попробовать. Вот я и говорю. Да, да. Мобильники работают, ну, база до 6 километров берет. Ну, хорошо, на километре он идет, на подходе, да, согласовать хотя бы сброс. Слушайте, мы с вами, вы гений, во-первых, а во-вторых, я дурак. Почему мне это не пришло в голову? А вдруг им тоже не пришло в голову? Послушай меня, это элементарная фигня. Мобильник, мобильник же. Мы печали с вами, а он профессионал. Понимаете, в чем дело? Ну, правда. Ведь мобильник берет, послушай меня, 757-е Боинги, которые рушились в 2001 году в Америке, они же там все звонили по мобильникам, все звонили по мобильникам, все. СМСки отправляли. Все, все. В 2001 году. Это было 18 лет назад. Спасибо вам огромное. Послушай, это правда? Это правда простая вещь. А там хватило бы времени? Я умоляю. То есть он может кружить на определенной высоте? А? Ну, как он, допустим, кружит и звонит. А кому он должен звонить? Он не знает. Диспетчеру. Должны быть телефоны. Жене. Жене говорит, слушай, найди там. Найди диспетчера. На работу мне позвони. Ну да, но нет, есть же высота. База, база мобильной связи бьет на 6 километров. Ну, направленная. Она не обязательно вверх лупит, понятно, да? Значит, она все равно направленная. Но ты можешь на километре элементарно звонить просто по мобильнику. Звони себе и звони. Здрасте. Да, вот у меня такая фигня. И все. И нудно. Спокойно объясняю. У тебя мобильника может часа на 4 разговора хватить. Я схожу, сброшу топливо. Можно на громкой связи разговаривать сразу, положить телефон. На громкой связи. Положить и разговаривать. Вы знаете, у меня вот это, у меня вот то. Надо знать, куда звонить, правда, другое дело. Ведь ты же не знаешь, это же не предусмотренная фигня. Понимаешь, что я говорю? Нет, не предусмотренная. Ну, можно, наверное. Ну, я тебе больше скажу. Ну, своим друзьям хотели. У тебя в мобильнике есть GPS. GPS. Просто GPS есть. А, как навигатор поставить, как на машине? Яндекс-карта есть, которая показывает тебе скорость. Ты знаешь, что Яндекс-карта показывает скорость? Да. В отличие от Google. Ну, Google не показывает скорость, а Яндекс показывает. Просто элементарно ставишь Яндекс-карту, у тебя появляется скорость на мобильнике. Ты можешь звонить. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Леш, доброе утро, это Абдул. Абдул, здрасте, да. Мои соболезновные погибшие. Мы присоединяемся, да. Я сделал такой маленький анализ, вы не знаете, со мной согласитесь, нет. Да. Смотрите, наша военная авиация, да, мы говорим, бомбардировщики. Да. Ударные, все они были туполевские, так. Да. В советское время, в те времена самые лучшие технологии отдавали сюда. А потом оттуда они плавно переходили на гражданскую авиацию. Мы ничего не создав нового супер-пупер-самолета, вдруг создаем за такие бешеные бабки какой-то непонятный самолет. При этом никто не говорит, что у нас убита дальняя авиация, потому что ничего нового мы не создали. Ну да. И я как-то отдыхал с одним мужиком, очень много лет занимался конструкцией самолетов. Он увидев это супер-пупер-самолета, сразу начал плеваться. Во-первых, у него двигатели под крылом. Для этого нужен очень хороший аэропорт. А у нас в России много таких аэропортов? Да у нас Шереметьевскую полосу ругают. Даже Шереметьевскую полосу ругают, понимаете? Там выкатываются самолеты. Это самолет, как вы говорите, там Урюпивс куда-то летит. Там вообще для чего этот самолет был создан? Да. Закратите. А вы бы поставили на хвосте, как у Ту-154 где-нибудь там, да? То есть повыше. Вот, знаете, Шереш, честно говоря, очень обидно. В нашей великой стране есть умы, но почему-то... Но есть страны более великие, чем мы. Например, Китай. Более великая страна, да? Ну, более великая, да? Китай. Мы рядом с Китаем, как, так сказать, совершеннейший экономический там и так далее карлик. Понимаете? Ну, Китай покупают, они покупают сотнями. Они... Абдул, Абдул. Они покупают сотнями, китайцы. Сотнями покупают самолеты. Ну, спокойно. Собрали всех конструкторов. По двигателям. Да. Огнинский. За три месяца создали самолет, двигатель, обкатали. И этот двигатель был неплохой. Можно я вам скажу? Можно я вам скажу? Секрет. Нет. Секрет там, секрет. Есть же и секреты. Под Дубной жил целый поселок авиаконструкторов немцев, которых мы вывезли насильно из Германии в рамках репарации. Мы вывезли. Ханкель. Ханкель. Да, это первое. Это первое. И второе. И второе через арабов, через Северную Африку. Наша ГРУ воровала английские самолеты. И так далее. Понимаете, в чем дело? Поэтому эти все секреты за три месяца... Я знаю все эти секреты. Немцы сидели под Дубной. Немцы сидели под Дубной. Целый поселок с немецкими школами. Когда они отработали нам, кровью отхаркали, их отправили в ГДР. Вот весь этот поселок. Их архив находится в РГГУ. Можете сходить в РГГУ, посмотреть. Я в РГГУ смотрел их большой-большой архив, этих немцев. Значит, немцы сидели, создавали нам самолеты. Раз. И второе, через ряд развивающихся стран ГРУ привозило самолеты. Потом их там разбирали, потом их, значит, грузили на пароходы и везли в Одессу, в Новороссийск. И там, значит, снова собирали, изучали, штангенциркулем мерили и чудо русской авиации создавали. И из английских самолетов. Молодцы. Я что, я же не против. Я говорю, молодцы. Я хвалю. Молодцы. Но в этот раз не получилось. В этот раз то же самое. Копировали у французов и американцев. Копировали. Но не получилось. Алло, здравствуйте. Ну вот, говорю вам, слушатель, может быть, время нужно, чтобы... Здравствуйте. Михаил, здравствуйте, да. Здравствуйте. Да, скорбное, как происшествие. Я должен сказать, вот, людям широко взглянув на историю культуры. Ничего оскорбительного в том нет, что волею неба наша культура русская, она молодая. Поэтому все, что было в технической оснащенности Советского Союза, Царской России, сейчас все, вот, друзья мои, от гайки, штанги циркуля, винтика, выхлопной трубы, любой конструкцию, любого технического средства, все это западная мысль. Все нам было предоставлено. Я говорю, в этом нет ничего оскорбительного. 640 заводов американцев, сталинская индустриализация, это Америка. Понимаете, если бы не было... И Англия, очень много английских станков до сих пор, до сих пор работает. Чеховловакия, но надо это признать. Ну так вот получается, мы гениальная нация. Понимаете, Чайковский все равно это мировая величина и Толстой. Но все, от гайки любого прибора, любого цилиндра, все марки автомобилей, все, все эти АМО, все, Москвич, Волга, Жигули, Запорожец, все, все, это все западные разработки. Волею судеб так произошло. Технический прогресс развивался в Англии, а потом в Америке, благодаря капиталистическим отношениям, отношениям, связанным с интересом, форт и так далее. Но все, что у нас технически, вся гениальность, атомная бомба, вся эта Манхэттенская проект, все было... Но это не отрицает же культуру, великую культуру России. Почему люди так снобистски относятся наши к тому, что Запад России, мы шага не можем... Сегодня век кооперации, сегодня век международной торговли. Сегодня, если ты на мировом рынке не продаешь продукт, пусть даже сделанный кооперативно, заранее, не конкурентен ты, ты пропадешь. Поэтому надо признать, технически мы оснащены Западом, Западом и еще раз Западом. От всей идеи управления, ну а уж про Билла Гейса и других я не говорю. Все это нам дали. Надо к этому отнестись нормально. И пытаться занять достойное место внутри этого конгломерата идей. А мы занимаемся чем? Мы занимаемся оправданием собственного борща, который тоже из швабии к нам пришел. Ну так случилось, что мы молодая культура, тысячи лет европейской живописи. У нас венецианов, это 18 век. Понимаете? Ну что получилось так уж, извините. Да, значит, я понимаю, но мы настолько задиристо настроены, что мы этого никогда не признаем. Никогда не признаем. Это плохо. Сергей, ваша миссия как-то немножко вкручивать мозги. Вы читали, я хотел обратиться к русским патриотам и одновременно к вам с призывом прочитать январскую статью Примакова Евгения Максимовича 2015 года. Я его наизусть знаю. Тогда возобновите, пожалуйста, для патриотов. Потому что патриоты молятся на Примакова. Евгения Максимовича. Мудрый человек. Я не считаю, я его никогда не считал патриотом. Вообще никогда не считал. Нет, он вынужден был, понимаете, строй его жизни. Вся его карьера, связанная с таким кондовым коммунизм, слава богу, он родился, стал известным человеком после 20-го съезда. Он внутри понимал, понимаете, грузинский еврей с умным нутром, побывавший на Западе, занимавший такие посты внутренне, понимал, что кирдык без Запада. Потому что там есть свобода. Но в январе 15-го года, когда мы начали кичиться враждой с Западом, что он написал? Ну, он написал, что мы должны... Ну, я сейчас своими словами... Своими словами. Своими словами. Он сказал, что мы совершим огромнейшую ошибку, если мы будем продолжать вот эту систему разделения как бы сущностных состояний культуры. Ну, там у него... Вы цитировали много раз, я даже по вашим цитатам. То есть идея в том, что это путь в никуда. Это катастрофа конфронтации с Западом. Вот морфологические мои идеи. Спасибо огромное, спасибо. Я хотел обратить внимание патриотов вновь и вновь на то, что за полгода до своей смерти Евгений Максимович Примаков, которого вы уважаете, а я нет, а я нет, но вы его уважаете. Значит, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что он написал. Пожалуйста, обратитесь к этой статье. Январь 2015-го. Он написал, что без взаимодействия технологического с Западом мы не выживем в качестве передовой державы. Мы будем накапливать отставления. Видишь, я стал повторять вот так. Мы будем накапливать, как по-примаковски. По-примаковски. Мы будем накапливать отставания. И мы загнемся. Почитайте Примаков. Новости. 10 часов 36 минут. Понедельник, 6 мая. Радио говорит Москва. Программа «Подъем». Ведущая Екатерина Родина. Сергей Даренко. Я, знаешь, сижу, думаю. Все же как бы по спирали как-то идет по жизни. В 90-е годы меня уговорил летать на русских самолетах. Один мой знакомый, Борис Березовский. Ну, прямо уговорил. А доводы? Ну, он говорит, ну, мы купили аэробусы. Вот это за что его судили потом. Он же купил аэробусы. Это как бы было запрещено. Что-то там были препятствия. И он их купил через швейцарскую компанию. Вот эти вот первые там Рахманинов, Мусоргский. Вот эти вот 319-е аэробусы. И он меня уговорил просто. Он говорит, Сереж, ну, я тебе клянусь, это хороший самолет. И мы купили хороший самолет. Вот, значит, а я вот не хотел. То есть у меня раньше была концепция простая, как Божий день. Все на Фенере. Все на Фенере. То есть это... Если мне надо было лететь в Китай, я летел сначала в Хельсинки, а потом в Китай. Ничего себе. Клянусь. А зачем? А что мне геморр лишний? Да ну нафиг. Я летел через Хельсинки всегда. А потом это сам... В Америку то же самое через Хельсинки. Я один раз я что-то через САС летел. Помню. Почему? Я не знаю, почему в Копенгагене садились. В Копенгагене садились. То есть как бы я все время вот летал как-то так кручено. Я не хотел. Я боялся просто. Просто боялся. Ну как я... Для чего я молодой парень? В 90-е мне было от 30 до 40 как раз, понимаешь? Я думаю, что бы я стал летать на этом говне. Ну в хорошем смысле. А потом страх отпустил. А потом я Борю переуговорил. А потом я сам летал в Мячкове. И у меня страх чуть-чуть прошел, потому что я стал верить в подъемную силу. Ну если мне нарисовали молекулы воздуха, и я стал верить в подъемную силу. Вот это в Мячкове. А потом я летал долгое время, когда мне здесь уголовку впарили. Я летал долгое время, чтобы от нее избавиться постоянно в Минводы из Ставрополя. Ну там правильные люди. Значит, эти правильные люди сделали так, что у меня нет уголовки. Да и вообще она потерялась куда-то. Черт его знает. Ну вот, значит и так далее, понимаешь? Значит, я летал часто на Ту-154. Со всякими уголовниками, типа мэра Ставрополя был уголовник, хозяин Южного рынка. И вот с этой уголовной шушерой я летал в Ту-154. Не страшно было же. Я уже понял, нет, а в Ту-154, когда ты летишь, и на тебя с потолка капает, ну это... А, это нормально. Ну а почему? Я тебе объясню, почему нормально. Это же конденсат. Тебе объясняют. Ну вы чуть-чуть пересядьте, ничего страшного. Я говорю, ну я же в бизнесе. А я, ну и что, ну и что, ну сейчас мы... Ну сядьте на другое кресло. Боже мой. Ну это правда был конденсат? Конденсат. Ну он капает сверху на тебя. Если как-то неловко и все. Ты говоришь, ну я хотел бы вздремнуть. Они говорят, да пересядьте, боже мой, ну пусть капает и все. Мы сейчас подложим здесь одеялко, а оно намокнет потом и все. Пледом или инструкцией. Я уже привык ко всему. И после этого я стал летать аэрофлотом. Только после этого. После того, как я познал, познал невзгоды полетов в Ставрополь с капающими конденсатами. Аэрофлот показался вообще королевским сервисом. Абсолютно, абсолютно. И потом он все-таки напрямую летит. Это ужасно, ужасно удобно. Но сейчас я думаю, не вернуться ли мне все-таки к Хельсинки, как домашний аэропорт, домашний. А я как бы на периферии. И я лечу, как будто я живу, как будто я живу где-нибудь в Екатеринбурге или в Омске. Понимаешь, в чем дело? Сначала даже не Екатеринбург, а какой-нибудь Саратов. И я типа живу в Саратове. И так удобно. Или в Самаре. Да, 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 абсолютно. Лечу сначала в Москву. А я живу в Саратове. Правильно? И лечу сначала в Хельсинки, которая как бы Москва, на Афинейре. Правильно? И потом уже по всему миру из Москвы. А это Хельсинки. Понимаешь? Надо как-то умно поступать. А что, мы себя любим или нет? Да, обязательно. Мы себя должны любить. Ну, хоть чуть-чуть. Главное, чтобы Хельсинки не поменялись. В эконом-классе, товарищи, никогда. Никаких бизнесов ничего. Эконом-класс, аккуратненько. Я с моей комплекцией, я с моими длинными ногами. Плохо помещаюсь. Ничего. Нормально. Потерпим. А на юг через Эмираты. А, вообще красота. На юг Эмираты. А-380. Огромные, гигантские, как вот это здание. Летишь в Эмираты. Единственное минус, что прилетаешь, куда мне всюду надо, прилетаешь в 11 вечера, а самолеты, куда мне надо, уходят в 4 утра. Ну, там, Мальдивы, Кения, всякие места. И ты должен там покантоваться ночь, и потом опять лететь. Тяжело. Тяжеловато, да. Тяжеловато. Но лучше, чем, простите, в хорошем смысле, лучше, чем, да, на тот свет отправиться. Ну, их нафиг. Пусть сами себе летают. Своё трудное счастье. Товарищи, трудное счастье. А нам не надо трудную счастье. Алло, здравствуйте, слушаю вас. День добрый, Сергей. Здравствуйте. Вы решили пояснить за лишнюю проводку в самолётах? Поясните, пожалуйста, интересно. Делается это по следующим соображениям. Проводка в самолёты и в автомобиле, в жгутах, как правило, укладывается раз и навсегда. То есть на всю жизнь из-за лайнера, да, например. А комплектации, в зависимости от заказчика, бывают разные. Разное количество лампочек, туалетов, саней, всего, чего хотите. И поэтому неподключенная проводка, скорее, нормальное явление. У меня в машине таких полно. Вот с противотуманным фаром проводка идёт, фар с завода не стоит, там, и так далее. А если надо, они в пучке находят эти, так сказать... Да, они берут схему, находят в пучке, подключают и... И допупцы. В руки переходят тоже, да, иногда бывает. Да. Нужно больше кресел, мультимедийных систем, там, датчиков света, чего угодно. Вот этих вот... Всё, 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 вы меня разоружили. Разоружились, спасибо. Спасибо, спасибо. Срочное сообщение. МЧС не планирует приостанавливать эксплуатацию своих сухого суперджета 100 после катастрофы в Шереметьевне. А я знаю, почему. Никто не будет ничего приостанавливать. Потому что все знают, что они ужасные. И все знают не первый день, что они ужасные. То есть решение летать на ужасных самолётах принято однажды, и всё, и всё. Понимаете уже? Оно уже однажды принято, это решение. Летать на ужасных самолётах. Поэтому никто ничего не приостановит. И сколько нужно таких авиаиастров? Нет, если бы вы сказали, вчера разверзлись очень. Нет. Они знают уже и год, и два, и три, что самолёт ужасный. Но это же правда последствия, если сейчас отменить все? Что делать без этих самолётов? Не на чем летать. Их-118. Вот придётся аэробусы покупать. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Сергей, вот если позволите, я ваш постоянный слушатель, мне кажется, что колоссальный кредит доверия от радиослушателей, да? Где? В текущей ситуации, когда трагедия случилась, да? Мне кажется, вот был бы правильным, если бы вы всё-таки людей успокаивали, а не... Нет, а я не хочу успокаиваться. Я, смотрите, позвольте поспорить чуть-чуть, чуть-чуть, капельку. Конечно, конечно. Смотрите, я живу, я живу, да? Ну вот я живу. И в этой жизни у меня разные происшествия есть. Я жил два года в Африке, болел два раза тропической малярией, и так далее, и так далее. То есть есть вещи полезные для меня, а есть бесполезные, а есть не очень вредные, и так далее. И я думаю, как мне жить? Вот выбираю жизненную стратегию, понимаете, в чём дело? И эта жизненная стратегия для меня лучше быть, где тепло, светло и сухо, а хуже быть, где, так сказать, наоборот. Понимаете? И я думаю, что все такие же, и вы такой же. И вы такой же. Вы абсолютно правы, что это просто вопрос альтернативы. Но я вам скажу, знаете как, вот я человек, который переболел аэрофобией, да? Да. Одно время не мог даже найти самолёт. Я всё равно сейчас, при прочих равных, в России сяду в аэрофобии. Потому что я знаю, что у них всё-таки лучшая база по обучению, у них тренажёры. Пожалуйста. Я много, в том числе с сухим суперджетом, вы знаете, как самолёт. Да. Как самолёт, в принципе, он не хуже, не лучше остальных. Я понимаю, всё хорошо. А корпорации, понимаете, ну вот... А куда вы сядете, куда лететь, куда? По России, по России. То есть лететь по России. По России, конечно, да. Ну, по России, конечно. Если я лечу в Омск, я летал в Омск. Да, а то я сяду лучше в аэрофлот. Ну, нафиг. Чем все эти шарашкины конторы. Это понятно. Да, и вообще, знаете, интересное наблюдение. Вот вы говорите, летать авиакомпаниями зарубежными. Я тут недавно... Но, можно вопрос, можно вопрос дурацкий? Но я посмотрю, какой борт. И если осуществляется рейс нормальным самолётом, аэробусом, то я с удовольствием пока... Самый бедный у аэрофлота, аэробус, который летит в Омск, а я летал просто. Самый бедный на планете Земля. В Африке таких не видел. Значит, сидим так, как будто мы корейцы. То есть, в том смысле, что коленки мои никуда не помещаются. Вообще никак, да? Значит, никаких признаков, никаких экранов, ничего. Беднота звенящая. Как будто сирот или уголовников возят. Понимаете? Но я верю в то, что действительно двигатели обслужены хорошо. Я в это верю. Я верю, что... Понимаете? Я в это верю. Мастерство пилотов. Верю. Но самолёт ужасный. Ужасный. По поводу полётов с рубежными компаниями. Я недавно летел в ЮТЕРом, да? Да. Встань. Самолётом, который совсем много, по больше 20 лет. Но что меня поразило, что этот жюри был код-шеринг с авиакомпанией. В том-то и дело. Беда. С этим беда. С этим беда, товарищи. Абсолютно. Вы правы. Покупает билет. Вы правы. Я как-то купил... Вот послушайте меня. Я так же попал. Я так же попал. Я купил КЛМ Амстердам-Найроби. И рейс выполняла кенийская авиакомпания. Через 20 минут после взлёта засрали туалет. Я не мог туда ходить. Всё. Значит, я клянусь. Но это правда. Ну, значит, я купил КЛМ Амстердам. Ну, слушай меня. К Амстердам-Найроби. Я сажусь в самолёт. Ну, всё. Я смотрю, самолёт местный, кенийский пришёл. Код Шеринг. Это проблема большая. Код Шеринг. Я думаю, ну, ничего страшного. Тебе говоря, я летел в бизнесе. Я летел в бизнесе. Антронул. Я летел в бизнесе. И я понял, что... А потом я ходил в хвост самолёта в гражданский обычный цвет туалет, потому что наш в бизнесе почему-то засрали. Закидали бумажками. На пол налили пару ведер воды. Значит, там надо... А я ещё в носочках таких, я думаю, я собирался... Ну, потому что я из Амстердама в Найроби, это далековато. А, безумно. Я такой в носочках таких. Как дома. Это всё, всё. А там пару ведер воды. Значит, это из унитаза, это хлещет. Боже мой, он же милостивый. Ничего нет, понимаешь? Вот этот код Шеринг, это страшная история. Но я не знаю, с финиками, как они летают. С финиками. Как надо посмотреть. И ещё, что хорошо, насколько я понимаю, с арабами дубайскими. А Дубай, он и есть Дубай. Он и в Африке Дубай. То есть ты летишь на Дубае в ту же Кению. Там Дубай будет один раз, и второй раз тоже будет Дубай. Хоть ты в Уганду лети, всё равно будет Дубай. В этом смысле шикарно. Там у них экраны, в экономе, везде. Ну, ты знаешь, да? Там в экономе, как у наших... В бизнесе, да? Ну, примерно. Ну, правда. Я летал в Омск на аэрофлоте, что я тебе рассказываю. Самолёт был... Если ты смотрел американские фильмы Orange is the New Black, или какой был фильм? Сейчас я забыл. Где у них преступников возят в самолётах. И что там? Это примерно самолёт для преступников. Аэрофлот. Примерно самолёт для преступников. А, в смысле ничего нет? Вообще голый. Полностью голый. Полностью. И кресло набито так... Как будто пластиковые спинки. И кресло набито так, что мне надо отрезать ноги. Потому что коленки не помещаются вообще никуда. Никуда. Я сажусь смирно. Как бы вот такой вот. Знаешь, как крючочек такой. И так и сижу. Чуть-чуть подпираете впереди сидящего. Три с половиной часа. Абсолютно верно. В одной позе, потому что ни в какой другой нельзя. Ой, Следственный комитет. Среди версий ЧП в Шереметьеве. Недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лет. Неисправный самолёт. Иметь условия. Всё вкусно. Всё вместе. Ну, как обычно. Версия ЧП в Шереметьеве. Следственный комитет сейчас начинает рассказывать. Летишь в этом тюремном самолёте. Но веришь, что лётчики шикарные. Да. А так и есть. У Аэрофлота очень сильные лётчики. Очень сильные. И красивые ствардесы. А? Да. Нет, ну пожалуйста. На людей смотришь. Ну, есть некоторые, мне кажется. Некоторые? А? Нет. Стердесы? Да. В Аэрофлоте? Нет, некрасиво. Мамочки все. Мамочки. Я чувствую... Ну, зато одеты с иголочки, нет? Одеты с иголочки, но они мамочки. Приятно. В основном мамочки. В основном... Ну, это у них обязанность такая, спрашивать, ухаживать. Нет, они за старушкой. А, совсем не встречали. В Аэрофлоте? Старушкой. Да. Конечно. А что вы называете старушкой, может быть? О-ля-ля, есть такие старушки, да, старушки, но за 40. Вот, они такие уже совсем, так сказать, вызывающие жалость. Но на самом деле, на самом деле, надо молиться почаще. Вот у меня Наташа звонит. Наташ, здрасте. Наташ. Здравствуйте. Как вы поживаете? Я говорю, наверное, молились плохо, раз Господь попустил такую аварию. Как же это? Нет, я хочу сказать, что плохо работают наши службы безопасности, которые не сохраняют наши самолеты и наших людей. Вы такой прагматичный человек, и два часа обсуждается, какие плохие советские и российские самолеты. Вы как это? Советские, я кора советские, я ругать не стал. Советский не стал. А 44 самолета или более нашего парка первых лиц государственных, они все российские и советские. Поэтому здесь надо рассматривать другую версию. Что самолет, вчера была очень неплохая погода. Поэтому, если бы была плохая погода, то не в один бы самолет попал, а мы у меня, причем такая серьезная. Скорее всего, самолет специально каким-то неизвестным средством для нас, и для вас, наверное, если вы говорите о том, какие плохие самолеты... Да, да, я вам моляю, завершите, завершите. Да, завершая в том, что нужно рассматривать другую версию, что это сознательное уничтожение русских людей, российской авиации, российских летчиков и вообще всего, что связано с... Сознательное. Но скажите, пожалуйста, это воздействие происходит извне или наши здесь, как это сказать, наши здесь деградировали и, кстати, обслуживают иные интересы? Вы знаете, что если бы наши там деградировали, то была бы какая-то другая статистика. Вы, вы знаете, вы такой умный, вы так знаете... Наташ, я всегда слушаю вас. Вот весь мой ум только от того, что я вас слушаю. Вы возьмите, прочитайте теорию вероятности в размере школьной программы. И вам расскажут, в теории вероятности, как посчитать вероятность такого события, как произошло. А если вы хотите узнать два подряд события, как взрыв сегодня... Взрыв в Перми, сегодня в Перми, совершенно верно, да. Умножить, умножить, то есть число первой ноль, потом запятая, потом нули, нули, вы должны это перемножить и тогда посмотреть, сколько же будет, сколько запятой... Спасибо, спасибо. Какая сегодня... Скажите, посвятите меня, пожалуйста, у нас все время колокола. Так это какая седмица или что случилось там? Почему колокола все время, колокола все время бьют колокола? Почему? Какая-то седмица, идет какая-то седмица. Души будут, понимаете? души очищают. Да, колокольный звон очищает. Нет, а сейчас вопрос другой. А сейчас почаще стало, чем было, допустим, в марте. Это с чем-то связано или нет? Вы, наверное, просто плохо слышали в марте. А сегодня окна открываете, открыты окна. А, другое дело. Все понял. Все понял. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Наташа знает. Она знает, что самолет и все, что случилось, это было иностранное воздействие. Я знаю тоже про теорию вероятности. 50 на 50 в любом случае. Либо произойдет, либо не произойдет. Это как блондинка. Нет, послушай меня. Наташа, она обладает даром видения. Она видит некоторые вещи, которые мы, люди, погрязшие в логике, мы люди, погрязшие в какой-то арифметике, так сказать, нелепой, мы не видим некоторых вещей. А у Наташи выше горизонта. Она видит больше. Нет, я не против. Она видит. Она видит. Нет, точно, она простую вещь видит. Она видит, что это иностранцы воздействуют каким-то образом вполне мистическим, но эффективным. На наш самолет. Понимаете? Вот теория вероятности. В Норильске пассажирский Боинг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. Это произошло сегодня. Пострадавших и жертв нет. Пострадавших и жертв нет. Это хорошо. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. То есть пришел опять с большой скоростью. Видите, как это проблема, Наташа? В Норильске пришел с большой скоростью Боинг. Не сумели они его остановить, и он выкатился туда на землю. Туда покатился. То есть массированное воздействие иностранцев пошло. Массированное. Наташа, она видит некоторые вещи. А мы, люди вульгарные, должны просто прислушиваться. Прислушиваться. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да. Здравствуйте. Алло. Да, здрасте. Добрый день, Сергей, Москва. Сергей, такой вопрос хочу сказать. Давайте. Как бы работаем по работе в Шереметьево, и все так, кстати, тоже работали. Да. И что-то никакого грома, никаких молний мы не видели. Да не было молний. Вот, то есть мне кажется, что как бы... Там в облаках, когда вы идете между облаками, бывает, не на землю бьет, а между облаками и даже внутри облака бывает искряться разрядами. Не, ну, ты на такой высоте-то был? Ну, он сколько-то поднялся. А там 28 минут же прошло. Да, вот эти вот кучевые, они же идут, что там, на 2-х километрах где-то сейчас, вот я смотрю в окно. На 2-х километрах кучевые. И у меня еще вот есть такое наблюдение, как бы, из личного опыта, да. Ну, вот можно применить это к авиации. Вот у меня раньше была машина Х-5, да, хорошая машина. Но проходит какое-то время, и начинает ломаться, и все вот эти поломки вызывают раздражение, да. Безумное. Потому что стоит все безумно. Все, и работа, и запчасти, все какое-то там, ну, какие-то нереальные деньги. Да, да, да. Вот, плюнул на все, купил себе Прадик 120-й, 12-летний. Вот езжу на нем, уже 40 тысяч проехал, и получаю просто кайф от того, что все стоит, понятно, вменяемых денег, все можно починить, и, как бы, не думаю, вот, сколько будет стоить мне ремонт. Это правда. Мне кажется, что тоже надо, как бы, вернуться чуть-чуть от этого всего, как бы, технического прогресса, а пойти в сторону, как бы, людей, чтобы люди умели делать, а не электроника. Да, 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 это правда. Спасибо вам огромное. Действительно, действительно, к мастерству, к их простоте, может быть, вернуться. Ну, видишь, Вокс Поп или Вокс Дэй, так сказать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей, я, наверное, с вами поспорю немножко по поводу ужасности самолета ССГ. Да, прошу вас. Дело в том, что, ну, нет такого самолета, который настолько плох, что из-за своих инструктивных недостатков вот прям будет падать, падать и падать. Не падать, они в ремонте очень много, до 60%. Это да, но это вопрос экономики, но не безопасности. Нет, почему, 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 подождите, подождите. Мы с вами летим в какой-то город русский, да, база ремонта, ну, например, скажем, там, я не знаю, в тот же Омск, да, вот я летал с рафа, значит, мы летим в Омск, а нам надо возвращаться. И вот три с половиной часа туда, три с половиной назад. Мы с вами пилоты, мы с вами понимаем, что что-то у нас с вами трудновато пошло, но уже до базы дотянем и все, правильно же, мы же не будем в Омске, раскорячившись, стоять и выписывать еще себе механиков из Москвы, которые будут и так далее. Я вам говорю, как вас зовут, извините, как вас зовут? Меня зовут Игорь, я в прошлом работал инженером по АРЛ в Быково. Ну, знаете, Игорь, я говорю, Игорь, слушай, ну, дойдем же домой, дойдем. А там своя, как говорится, свой ангар, свои механики, правильно? Совершенно верно. Как инженер, я выпускал самолеты с какими-то незначительными недостатками, я расписывал в борт-журнале, что вот такая-то шпонка не работает. Абсолютно верно. И ничего страшного. Все полетели, вопросов никак. Теперь вы верните, верну вам фразу, верну вам фразу. Ну, так это влияет на безопасность? Влияет. Ну, влияет. Ну, если он часто попадает в ремонты, значит, часто случаются ситуации, когда дотянем нормально, ничего страшного. Сергей, я думаю, я вам ничего нового не скажу, как сыну все-таки летчика. И да. Вы знаете, что катастрофа никогда не случается по причине какого-то одного фактора. Всегда это комплекс. Конечно. Всегда какая-то шпонка сломалась. И плюс человеческий фактор. Неадекватно, да. Отреагировал, потянул с собой другое, третье, пятое, пятое, пятое. Это правда. Это правда. Но сама ломкость, вот если бы мы с вами поехали бы в лес сейчас в Ярославскую область, я не знаю, зачем собирать что-то. Значит, и там у нас прокололось колесо. Я бы вам сказал, Игорь, если сейчас будем останавливаться каждые 20 километров, спокойно подкачивать, а дырочка маленькая, и гвоздик, шурупик маленький, так, мы будем подкачивать каждые 20 километров, мы спокойно придем назад. Что мы, мы не будем конетель разводить. Но это же, в принципе, может означать, что баллон может и разорваться, понимаете? То есть, если все время на соплях, то в результате будет беда. Ну, разве нет? Так точно. Я бы начал бы, конечно, с того, что мы знаем, что это уже много времени проводят в регламентах и на ремонтах. Мы это знаем. Но я не знаю, почему до сих пор на этом уровне не приняты какие-то комплексные организационные решения, чтобы сокращать это время. У нас отвратительный сервис. У нас действительно эта проблема существует. Это какая-то наша скрепная проблема. Мы можем создать какую-то хорошую вещь. Мы не умеем ее тиражировать и эксплуатировать. Вот это да. Я с вами согласен. В этом беда. Но говорить, что самолет, это же, там, чем-то хуже других. Я бы так сказал, наверное. Не, ну, какой-то ООС-эк работает. Точно даже имеет кучу недостатков в системе управления. Там тросовая древняя, это проводка, которая плохо поддается автоматизации. Там своих заморочек тоже хватает. Ну, это понятно. Он на порядок, согласен. Ну, СССР, я бы не стал говорить, что если у него там отсутствует петельница или мало экранов, то это плохой самолет. Нет, я летал, я летал на аэробусе голом в Омск. На голом аэробусе, да. Ну, не менее, да. Спасибо, спасибо. Я бы сказал так. Он ни лучше, ни хуже. Все-таки надо начинать действительно с обслуживания. Спасибо. Спасибо большое. Хорошая работа. Слушайте, значит, я хочу сказать свою мысль, позвольте все-таки, быстренько, потому что минута осталась. Я скажу следующее. Если все, все время чуть-чуть подхрамывает у тебя, ну, на машине, мы на машине едем с вами, давай, самая авиация, это там боги, а мы с тобой на машине. Значит, я такой говорю, Катюш, мы будем подкачивать колесо, фигня, вопрос, доедем. Да даже здоровье человека. Слышишь, я тебя сейчас подкачаю 2,5 атмосферы, а мы пока будет опять полторы, мы с тобой сколько-то прокатимся, и так мы можем еще прокатиться, и 200 проедем, и 500 проедем. А что, ну, помаленечку. Понимаешь, если у тебя при этом руль тянет вправо, там еще что-то, еще что-то, я говорю, ну, это же все можно учитывать. Как раз на момент все сойдет. Вот так, вот так, товарищи, оно и летает. Вы говорите, почему оно летает? А оно вот так и летает, колесо проколото, руль тянет вправо, еще что-то. Ну, да, как-то умеючи можно, как-то умеючи. Но это же ведет к катастрофе в конечном итоге. Когда вы это поймете, вам станет легче. Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 6 мая.